Мы говорили об инерционном сценарии, но в связи с сложением разнообразных кризисов, с которыми мы столкнулись только что, это кризис, связанный с коронавирусом, ожидание экономической рецессии, а бюджетные непонятно какие ограничения. Вполне возможен вариант, когда мы наш инерционный сценарий в каких-то частях будем рассмотреть как благоприятный сценарий. Но в целом я думаю, что в той части, про которую мы говорили, про организационное поведение коммерческих организаций, элементы инерционного сценария по-прежнему будут присутствовать. В каких-то частях, я так полагаю, как и вся экономика в целом, такие же хозяйственные субъекты, нам придется достаточно тяжело и, скорее всего, речь пойдет об ухудшении. Понятно совершенно, что сейчас мы так или иначе ползаем в ситуацию, в которой экономическая модель деятельности некоммерческих организаций, видимо, должна быть пересмотрена. Но обратите внимание на то, что уже сейчас благотворительные фонды, благотворительные программы говорят о том, что снижается объем частных пожертвований, и понятно, что это может произойти, и, скорее всего, с достаточной уверенностью можно сказать, что это произойдет в связи с тем, что ухудшилось экономическое положение российских семей и граждан в целом, или у них появились другие приоритеты, надзор за собственным здоровьем, приведение в порядок психологического состояния своих собственных родственников, страхование о собственных рисках, какие-то действия по поводу сбережений и так далее, и так далее. То есть просто другой приоритет. Помимо этого стало понятно, что попробовав эту дистанционную работу, кто-то вполне возможно сократит свои ожидания от того, что в обязательном порядке нужны какие-то большие офисные помещения, да они вполне возможно и могут либо не пригодиться, либо быть труднодоступными, а потому что, как вы понимаете, у комплексов для аренды помещений тоже свои проблемы, как у сервисных отраслей экономики. Что еще нам можно ожидать? Я думаю, что мы с большим удовольствием встретимся друг с другом. Я полагаю, что все мы несколько соскучились от общения, при котором нельзя взять человека за руку и точно понять, что он думает на самом деле, а от того, что мы так перегружены оказались сейчас разнообразными видами деятельности, и обмен письменными текстами или виртуальными текстами — это совсем не то, что живое человеческое общение, а это означает и для некоммерческих организаций, что ценность клубной деятельности, коммуникационных перекрестков, создание поводов для человеческого общения и вообще возвращение человека в гуманитарно приемлемое такое состояние — это такое широкое поле деятельности, а тут некоммерческие организации как раз очень сильны. Поэтому я думаю, что у нас и окна возможности тоже будут открываться. Светлана Геннадьевна, добрый день. Спасибо большое, что согласились найти время и поговорить на интересную для всех тему. Вы, как приглашенный исследователь в Центре развития филантропии, изучали возможный сценарий, инерционный сценарий развития некоммерческого сектора в следующие пять лет. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в это понятие, инерционный сценарий, и на чем была основана ваша работа, то есть какие факторы и условия вы принимали во внимание. Спасибо большое, что дали возможность подумать над инерционным сценарием и пройти стажировку в вашем фонде. Ну, это мое одно из любимых упражнений. Я считаю, что инерционный сценарий очень важен для понимания того, что будет происходить в случае, если ничего не изменится. Все процессы, которые запущены сейчас, без изменения приведут нас к какому-то результату через пять лет. И это позволит нам понять, что нас так не устраивает в том, что происходит в некоммерческом секторе, в некоммерческих организациях, активистских группах сейчас. И для описания этого сценария я использовала влияние на существование некоммерческих организаций, организационно-правовой системы, некоммерческой деятельности, которая существует сейчас, возможные варианты финансирования некоммерческой деятельности, как ведут себя человеческие ресурсы некоммерческих организаций, какие стили, репрезентации, результаты назначают себе активисты разного уровня. Я понимаю, что у вас много мыслей, наверняка много выводов, но все-таки, если выделить основные пять характеристик, самые главные, которые будут присущи некоммерческому сектору в рамках инерционного сценария, то что это за характеристики? Ну, я бы сказала, что это фрагментарность или разобщенность, наличие большого количества автономных пространств, практик, результатов, отсутствие конвенции или согласия вокруг каких-нибудь приоритетов. Я бы сказала, что это подражательство в разных вариантах, это когда организации изменяют что-то в своей деятельности, даже в миссии, в целях и задачах не в связи с отбором, а просто из-за адаптации. Очень много информации, очень много новых явлений, и люди не очень понимают, как действовать, в этом смысле пытаются найти глазами устраивающие их успешную деятельность. Я бы сказала о многообразии языков, которым говорят активисты, некоммерческие организации, эксперты не соответствуют активистскому, активисты внутри точно так же говорят на разных языках. Я бы говорила о разнообразиях практик и разнообразных автономных пространствах, которые существуют. Конечно, я бы говорила о том, что у нас нет длинных денег, и поэтому мы не можем позволить себе долговременные стратегии. Это мы обнаружим, пожалуй, в границах пяти лет так точно. А если подробнее поговорить про разобщенность, которая уже сегодня характеризует сектор и, собственно, по вашим предположениям будет только усиливаться, что с ней можно сделать и нужно ли каким-то образом влиять на то, чтобы повышать договороспособность, степень координации, какие-то совместные проекты реализовывать или принять это как данность и, собственно, научиться с этим дальше жить и работать? Ну, инерционный сценарий – это сценарий, когда мы говорим, что это данность. Это совершенно не означает, что мы его возьмем за базовый сценарий, это означает, что можем решить, что мы будем что-то менять в этой ситуации. Но сама по себе разобщенность может быть шагом вперед, а не просто стоянием на месте, потому что разобщенность позволяет нам организовывать консолидацию в отдельных границах, она позволяет вырабатывать конвенции внутри этой границы, она позволяет там выращивать какие-нибудь новые явления, как средневековая раздробленность позволила вырастить внутри себя, внутри этих самых земель, новые города, которые стали точками роста или драйверами развития. Поэтому я к разобщенности отношусь вполне себе нормально. Главное понимать, что это не конец света, именно ее можно использовать для того, чтобы сильные стороны позволяли увеличивать успешность и результативность сектора, а слабые стороны разобщенности можно было как-нибудь минимизировать. Но вы просто сказали еще и про договороспособность. А вот договороспособность, конечно, в любом случае нужно, как мне кажется, повышать. И это много разных вариантов. Вы можете договариваться с теми, кто является вашими противниками, делать из них сторонников. Вы можете договариваться с сторонниками, делать из них активных сторонников, потому что очень плохо, когда ситуация накренилась, и люди-сторонники склоняются к равнодушию, а люди равнодушные склоняются к неприятию. Нам вот этот сценарий нужно, конечно, переломить. Договороспособность крайне важна, и договороспособность может существовать и в рамках разобщенности тоже. Иначе говоря, я понимаю, что разобщенность имеет в себе и положительные стороны, это возможная точка роста для каких-то новых инициатив, новых веяний, новых движений. Какие еще возможности роста и возможности, в принципе, вы видите в рамках инновационного сценария для некоммерческого сектора? Ну, я бы не сказала, что разобщенность – это точка роста. Разобщенность может быть средой, в которой может быть точка роста. Но я думаю, что точкой роста является, раз уж я сказала, что много поколений существует активистов, приход нового поколения, который приносит с собой технологии коммуникации разнообразные, которые очень трудно пресечь, потому что там целый ассортимент коммуникаций, который действует в границах персонального выбора и готов действовать в автономных пространствах. Я бы сказала, что многообразие является, несомненно, точкой роста, если мы его правильно используем, потому что это возможность рискнуть, используя уже имеющиеся практики, и вот этот вот риск заложить как премию, как технологию прорыва для всего сектора. Мы можем говорить о том, что автономность, как таковая, которая возникает, это тоже точка роста, поскольку она позволяет, она самостоятельное решение, без ожидания, когда же, наконец, улучшится среда для некоммерческой деятельности. Она в каком-то виде улучшается, в каком-то виде ухудшается. Противоречивость деятельности органов власти, местного самоуправления, разнообразное законодательство позволяет одновременно создавать ниши лакуны, в которых тоже могут прорастать точки роста. Ну, в целом, точек роста достаточно, и одна из точек роста, конечно, является приход на периферии или в отдельные сектора разнообразных технологий, бизнесовых, государственных, новых некоммерческих, которые не работают на весь сектор, но вполне могут сыграть, как такая, внутри песочницы, как драйвер. Звучит вполне обнадеживающе, даже для инерционного сценария, но все-таки я понимаю, что ничего не происходит без людей, а мы с вами обсуждали, что в секторе на сегодня, по сути, нет ядра таких лидеров-приемников, которые через несколько лет, через несколько десятков лет, возможно, возьмут на себя лидерскую идейную роль. Вот как быть с этим, и каким образом, почему так получилось, и откуда эти лидеры могли бы появиться? Ну, вот я уже сказала про многообразие, многообразие, многосоставность, многопоколенность, разные способы репрезентации, разные темы, в которых действуют и так далее, некоммерческие организации, активистские группы. Это говорит о том, что просто опасно, как минимум глупо, искать какую-то лидерскую группу, которая будет отвечать за всех, за весь сектор, будет рупором и так далее. Кого бы ни назначали, мы все равно не попадем в яблочко в данном случае. Это то, что нужно понимать в рамках инерционного сценария. А вот что можно сделать? Мне кажется, есть одна серьезная проблема. В разговоре предыдущей мы с вами про это говорили. Эта проблема связана с тем, что совершенно непонятно, как будет осуществлен поколенческий переход и технологический переход внутри существующих организаций, активистских групп. Потому что на смену, к сожалению, стареющим и уходящим харизматикам, людям, которые держали контекст и технологии одновременно, приходят другие люди, другое поколение. И мы не видим сознательных каких-то кейсов, хотя бы пара десятков кейсов передачи из рук в руки, такого преемничества, которое позволило бы не ослабить организацию очень сильно. Мы не видим, как происходит технологический переход, когда в организации приходят люди с новыми технологиями и позволяют реализовать какие-то новые функции, настроить. Но как только они уходят, снимается и сама вот эта вот мобилизационная технология, и все возвращается на круги свои. Такой блым, и поле у нас осталось, камень утонул. Так вот, мне кажется, что мы должны понимать, что на это стоит обращать специальное внимание. И вот все связанное с преемничеством, с попыткой адаптироваться помимо подражательства, а еще на основании содержательных вещей, это то, что необходимо делать, конечно, в рамках базового сценария, если мы поймем, что инерционно нас не очень устраивает. Подумать о преемничестве – это очень важная рекомендация с вашей стороны для лидеров-активистов. А какие еще рекомендации, конкретно преподные советы вы бы дали обычным некоммерческим организациям, которые работают в полях для того, чтобы они оставались устойчивыми и, может быть, даже более успешными в рамках инерционного сценария? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что даже преемничество нам нужно таким образом сделать, чтобы когда руководители существующих организаций решали вопрос о том, что они передают кому-то в руки организацию, чтобы это в некоторых случаях было даже не индивидуальное лидерство, а коллективное лидерство, которое очень крепкое, в России в меньшей степени развито, и при этом, чтобы организации не превращались в проектные офисы. Потому что проектные офисы – это будет потеря контекста, мы будем реализовывать проекты, а содержание и смыслы деятельности могут уходить. Но помимо этого, мне кажется, нужно понимать, что человек и организация являются своим самым главным ресурсом, а изменение себя – это и есть один из основных ресурсов. Кстати, здесь много возможностей от гражданских развлечений до гражданских подвигов. Сейчас в России полно, чем занимается некоммерческая деятельность. И даже если необходимо что-либо копировать, то можно найти соразмерные вашей деятельности, вашей целевой группе варианты. Можно понять, как сделать среду вокруг вашей деятельности более благополучной для вашей деятельности. А это означает, что нужно быть более понятными, нужно создавать возможности, чтобы ваши благополучатели участвовали в управлении вашей деятельности. Можно еще какие-то вещи такие делать. Мне кажется, быть взрослым и эффективным и технологичным – это просто прям вызов сейчас. Быть взрослым – это означает, что если вы взрослый, то вы не единственный взрослый на Земле, и поэтому некоммерческие организации могут в этом смысле реализовывать себя. А затем можно быть эффективным и технологичным, понимая, что технологии – это не просто IT-технологии, и не только управленческие технологии. А если вы становитесь более эффективным в смысле времени, если вы становитесь более бережливым в смысле своих ресурсов, если хотите более экономным, мне кажется, вообще в ближайшие пять лет это время некой такой экономии, воспринятой как благоприятная штука, не только шеринг, который как такой натуральный обмен, но и всякие другие вещи – это, несомненно, нужно делать. Мне кажется, что крайне важно прежде всего определиться в рамках инерционного сценария, глядя на его результате, что на самом деле для вас очень важно, сверхважно. И это делать в первую очередь. И сбросить по возможности то, что тянется за вами мертвым грузом, и носить тяжело, как чемодан без ручки, да и выкинуть жалко. Вот это сейчас время посмотреть на это внимательно. Спасибо большое. Мне кажется, очень ценные рекомендации. А если позволите, у меня в конце такой вопрос про вас. Какова ваша профессиональная мечта, если мы говорим про некоммерческий сектор? Ну, я хочу, чтобы в некоммерческий сектор приходило много новых, успешных, современных, и чтобы они смотрели на этот сектор как на собственный шанс. Это вот шанс выиграть, да. В этом смысле я бы хотела, чтобы вокруг было много взлетающих людей, потому что нам, тем, кто начинал достаточно давно, ветер дул в крылья, и мы взлетали сами по себе. Теперь ветер не очень хорошо дует в крылья людям, которые занимаются общественной деятельностью. И нас, всех, кто понимает, это наша общая задача и моя личная, персональный вызов, если хотите, дуть как можно большему количеству людей в крылья, чтобы они взлетали вместе со мной. Я хотела бы, чтобы люди больше понимали про то, что что-нибудь делать можно, научившись разговаривать на том языке, о котором говорит ваш партнер. Поэтому мы говорим, мы в центре грани говорим и на административном языке, и на бизнесовом языке. И вот эта идея, что мы можем не строить мосты вдоль реки, а строить поперек реки и участвовать в изменении нормативно-правовых оснований некоммерческой деятельности, и разговаривать с бизнесом, и использовать для этого не только свой язык, но и общий язык. Это очень важная штука. Все вот эти вот медиации меня очень интересуют, шлюзы между деятельностью. Я бы очень хотела, чтобы моя дочь понимала, чем я занимаюсь. Это, если хотите, контрольная группа для моего собственного челленджа, связанного с объяснением, чего полезного я сделала и мои коллеги сделали в этой жизни. Поэтому если она будет понимать, что остается результатом нашей деятельности, если она поймет, почему мне так интересны люди, с которыми я встречаюсь, если она поймет, почему, оставаясь автономным и ответственным, я все равно взаимодействую с государством, без особой надежды, что с первого раза получится что-то очень важное. Я думаю, что я не только счастье в ее жизнь добавлю, и наш диалог вместе с ней был ее успешным, но это и возможность показать рабочую модель того, как должна быть понятная, прозрачная и результативная, продолжающаяся человеческими историями наша некоммерческая деятельность. Я искренне желаю, чтобы ваши профессиональные и не только мечты обязательно сбылись. И хочу сказать вам спасибо за интересный разговор. Спасибо за вопросы.